ну вот такую лодку до дали друзья она бушная конечно не знаю может быть лет 5-6 ей вот вот такие вот трещины а плохо то что как говорят профессионалы когда трещина на ровном баллоне это заплатку ставить легко а когда вот трещина рядом со швами видите здесь идет шов вот это уже плохо это уже лучше конечно давать профессионалам чтобы они ремонтировали да ну вот она постояла ночь и у нее передний баллон приспустил сюда досталось вам упал с неба от хороших друзей товарищи вот бушная надувная лодка возникает вопрос потратить 40 50 или 60 тысяч на новую лодку или отремонтировать эту и ходить на ней и радоваться жизни обзор такой краткий по бушному снаряжению который еще может послужить не торопитесь выбрасывать его на свалку сначала убедитесь что она еще может поработать а для этого советуйтесь с профессионалами ну да вот в процессе ремонта приехали к профессионалам видите вот ребята прошли по всей пеной по всей лодке и нашли даже вот было незаметно такие травят пузырики что еле-еле поэтому здесь видны как трое может посмотреть да вот смотрите сейчас мы будем отмечать дырочку до которую мы нашли здесь с мастерами по факту ее просто не было видно хотя за ночь лодка мы сделали такую дежурную накачку проверку за начин носовой цех приспустил оказалось что здесь вот есть такая да совсем невидимый вот она черненькая да в центре экрана и там такое сильное что давление что даже пена мыльная не подозрилась а просто и выбивала ну вот это называется профессиональный фен который нужно иметь на хозяйстве чтобы делать такие работы сейчас мы прогреваем это место и готовим его проклейки ну как бы до ребра самого шов отклеен сейчас мы под него обезжирим положим туда клей немножечко прогреем соответственно после чего оставим звук низировать то есть подсохнуть и дальше сверху на горячую еще проклеим берем длину наши дырки и берем запас еще примерно сантиметров по 10-15 с каждой стороны для более прочного соединения чтобы заплатка не сопли его как говорится и жила долго и счастлива выполнял свою функцию отлично предыдущая заклейка была некорректная по причине того что было очень близко к шву и данная операция не выполняли за счет за счет не выполнен данной операции то мы получали что наложение двух слоев друг на друга возможно не прогревали из-за чего клей с водой контактировал и он начинал потихонечку просто заклеили да очень то есть это было не не к спит вактусу косметическая операция технически очень непрофессиональная сверху кусок резины приклеили мы его оторвали он до рвался лист на пол под куском резины мы обнаружили такую вот божественную красоту как видно туда шпатель и собственно так же как и здесь дырки достаточно глубокие и а и и и и и и и и Ну это та же самая операция с ацетоном. Да, с тряпочкой, которая у нас и снимает всю грязь и снимает весь жир. И вот ребята подмеряют заплатку. Все, что называется, 7 раз отмерь, 1 раз приклей. Командная работа? Да. Поднимаем, да? У вас парка давление побольше. Она в контакте на пятно меньше, накат больше, комфорта больше. По бездорожью та же самая история. Но лучше пускай будет, чем ее не будет. Да, она закрывается. Все, Пашка. Все? Вот мы наложили сверху шов для усиления на нашу заплатку. Сейчас вот таким инструментом, принцип асфальтового катка, да, нужно обязательно, чтобы вы не клеили дома в бытовых условиях. Лучше я вот это делаю дома бутылкой, когда клею гидрокостюм, носки, перчатки. Мой друг Максим не терял времени даром и приводил в порядок двигатель. Поехали. Двух компонентов горячего отверждения. То есть вот мы сегодня вам ее... При вас мы уже накачивать не будем, но я думаю, что это... Завтра вы накачаете, клей уже встанет настолько, что отодрать это... Невозможно. Этот ролик не является проплаченной рекламой. Это просто наша благодарность мастерам. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...